Всем привет, дорогие друзья, с вами Кул и это пасхалки Five Nights at Freddy's 3. Сегодня я расскажу вам о взломных файлах, которые удалось достать из игры. Их достаточно много, поэтому про каждый файл понемногу. Ну что ж, начнём. Итак, первое изображение это текстура целой, не поломанной, не фантомной марионетки. Я знаю, что вы сейчас, наверное, скажете, что это фейк, её нет в игре. Но что я вам отвечу? В игре она есть. И вы даже можете увидеть её на камере 8, если вам сильно повезёт. А вот, собственно, изображение из игры, на котором она стоит в конце коридора на камере 8. Как видите, она просто стоит и не нападает, а позже она и вовсе исчезнет. Аналогично было с Balloon Girl и, например, эндоскелетом во второй части игры. Третье изображение это бумажная поделка Спрингтрапа. Это поделка, которая преследует нас ещё со второй части игры. Его я уже обозревал в одном из прошлых выпусках и, в принципе, ничего нового сказать не могу. Он просто висит в офисе и смотрит на вас. Вот такой вот пасхальный персонаж. Далее у нас текстурка Мангл, которая доказывает, что фантом Мангл всё-таки существует и появляется за стеклом в офисе. После чего она издаёт странные помехи и как бы ныряет назад, даже не нападая на главного героя. И, кстати, увидев его весь рост, вы сможете на камере 4. Там она висит на потолке и смотрит на вас. После этого она как раз-таки появляется за стеклом в офисе. А далее у нас текстура кекса, который также является пасхальным и иногда появляется на столе в офисе. Он будет просто смотреть на вас, а вскоре пропадёт. Кстати, многие говорили, что он моргает, но анимации для кекса в игре найдено не было, так что это всё лишь слухи. Далее у нас идёт секретный постер с кексом, который находится на камере 4. Обычно на этой стене висит рисунок танцующего той Бонни, но как видите, иногда он заменяется на рисунок вот такого вот кекса. Вероятностью увидеть такой постер вместо обычного крайне мала. И если вы всё же его увидели, то, блин, покупайте лотерею. Вы везунчик. А это второй вариант этого кекса, только теперь он почему-то золотой, а не розовый. Быть может, это отсылка на Голден Фредди, или же его сделали просто для разнообразия. Что ж, к тому же, розовый кекс может быть клубничным, а жёлтый, например, банановым, или типа того. И, кстати, про Голден Фредди. Следующая текстурка как раз его. Он иногда появляется у нас в офисе, слева от нас, и мешает нам нормально играть, после чего мы умираем. И, кстати, многие говорят, что это не золотой Фредди, а фиолетовый, тот самый из второй части. Лично я думаю, что всё же это золотой Фредди, а не фиолетовый. Но всё же решать вам. На следующем изображении текстурка бумажной подделки Фредди, который также был ещё во второй части, и висел на стене вместе с бумажным приятелем и бумажным спрингтрапом. Единственное различие между Фредди и спрингтрапом, это то, что Фредди появляется на правой стене офиса, а спрингтрап на левой. Шансы их увидеть почти одинаковы, и практически равны нулю. Ну что ж, а далее у нас постер на камере 10. На обычном постере изображён той Фредди, но иногда он заменяет на вот такой вот постер со спрингтрапом. И ещё один пасхальный постер. Обычно на нём тоже той Фредди, но он опять же заменяется на постер со спрингтрапом. На этот раз камера 2. Интересно, почему на этих рисунках появляется именно спрингтрап? Быть может охранник только боится его, что он и же мерещится ему повсюду. Но ещё возможно, что Скотт так намекает на то, что игра Five Nights at Freddy's крутился уже, можно сказать, в игру Five Nights at Springtrap. А вот следующая картинка очень и очень интересная. Это текстура, а точнее оглавление, в которой мы видим 12 АМ и 7 Ночь. Но всё знают, что в третьей части 6 Ночей, тогда откуда седьмая? Быть может она есть в игре, и чтобы её активировать, нужно запустить цепочку определённых событий? Что ж, кто знает, но ведь об этом уже не раз говорили. И в принципе, это возможно. Но скорее всего, заготовка для седьмой ночи неспроста в файлах игры. Ведь Скотт может запросто добавить её со следующим обновлением, которое выходит довольно часто. Например, уже ФНАФ 3 имеет версию не 1.0, а 1.1. Ещё один интересный файл – это текстурка Shadow Bonnie, которая появлялась в офисе во второй части игры. В третьей же части она тоже появляется в офисе, но не как аниматроник, а как вот такая вот маленькая фигурка. Кстати, если нажать по ней два раза, то у вас откроется мини-игра с её участием. А вот следующий файл вызывает больше вопросов, чем ответов. Это надпись Find Me, то есть «Найди меня», которая, судя по всему, должна появляться в мини-играх. Но лично я ни разу не встречал её там, да и к тому же, кого найти или что найти? Пишите свои теории об этом в комментариях. Возможно, я просто невнимателен и не замечался надписью в мини-игре. Ну а на этом всё, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. А также зацените прошлые выпуски, если вы их ещё не видели. И да, не забывайте про группу ВКонтакте. А с вами как всегда был Кул. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.